Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие сигаретки! Сегодня с вами снова я, Этикс, Надя. Моя лучшая подруга вернулась из Германии. Она прожила там 5 месяцев. И я хочу сегодня показать вам и поделиться с вами, и оставить себе на память это видео со всеми подарками, которые именно творческие, которые она провезла из своих путешествий по Европе. И то, что я держу в руках, это из Амстердама. Вот такой вот голландский цветок. И это просто прелесть. Я обожаю тюльпаны. Теперь у меня есть свой неувидающий никогда тюльпанчик. Вот такой вот, вручной работы. Очень классный, и он так красиво смотрится в интерьере. То, что я очень-очень-очень рада. Следующий свинерчик, это вот такой вот альбатрос из Гамбурга. Очень-очень классный. Такая чайочка вот в матроске. И с таким вот платочком на шее красным. Очень клёвый тоже. На знаках я люблю птичек всяких. И эта чайка просто для меня много значит. И третий свинер из Амстердама, который я ещё не распаковала. Это такой вот велосипед. Все мы знаем, что Амстердам это город велосипедов. И здесь такие тоже тюльпанчики в корзиночке. Вот такой вот классный. Он сделан из проволоки и обычных трубочек. Как вы можете заметить. Очень классно выполнен. И он очень приятно тоже выглядит на моих полочках книжных. Вписывается по оттенкам и вообще в интерьер. Также она отдала мне свои кисточки, которыми она на учёбе один раз пользовалась. И ей нужно было их куда-то деть. И выкидывать было жалко. Поэтому я забрала их себе. Такая вот целая куча. Она не рисует. Просто у них было одно занятие. И поэтому пришлось купить кучу кисточек. Для того, чтобы как-то пользоваться. Был вот такой вот набор. Самых разных. И я такими кисточками обычно рисую акрилом. Поэтому для меня они никогда не будут лишними. И вот я очень-очень этому рада. Далее она привезла вот таких вот два набора скотчей. По шесть штучек в каждом. Здесь, как вы можете заметить, более такие летние. Да, и хотя здесь тоже летние. Но вот эти вот, даже более что ли, такие домашние. И прям напоминают, не знаю, что-то кухонное очень прикольное. В основном вот эти вот в клеточку. Они будут очень красиво смотреться на разных открытках. Даже как вот эти с сердечком. Так что, в общем, пригодится такой дизайн. И здесь тоже есть вот в клеточку. Тоже есть с сердечком и есть полоска. Так что вот такие вот очень классные скотчи. Далее была вот такая вот кучка всяких билетов, которые я просила привозить. Самые-самые разные. Вот из города, где делали щелкунчика. И делают разные игрушки деревянные. Такие вот рекламные буклетики. Тоже очень прикольные. Можно будет отсюда поврезать картинки. И тоже использовать в бумажных письмах. Также была вот такая вот карточка буклет. Тоже из-за этого городка. Вот. Очень прикольные здесь картинки. Которые тоже можно использовать. Далее были вот такие вот открытки. Кажется, это ночной клуб. Танцбар Космос. Вот здесь три. Три вот такие вот классные открытки. Так что тоже в творчестве можно использовать. Вот такие вот открытки были. Очень тоже прикольные. Такая вот открыточка. С печеньками. Тем здесь у нас просто вот такие вот открытки. Я немецкий не знаю, поэтому не могу сказать вам, что здесь написано. Вот. Вот это очень прикольное. Да. Тоже. Потом вот такая. Есть. Вот посмотрите, сколько видов открыток от разных предприятий, да. А заметьте, что у нас такого нету. У нас нету. Очень классная. Нравится мне эта открытка тоже. Клёво. Из Дрездена открытка. Тоже такая вот. Тоже классная. Люблю такие открытки. Да и просто надписи на цветном фоне. Такие две. А, ещё одна есть. Эти вот так вот выглядят. Ух ты. Жёлтая прикольная. Они, правда, немножко у неё в дороге испортились. Но это не критично. Всегда при желании можно задекорировать. Жёлтая, классная. Потом ещё. И вот такие вот. А, это вот так вот. Да. Вот такой дом. Тоже здесь. Так. Вот это классно. Прям космос. Старварж. Звёздные войны. Да. Вот такая. И ещё одна такая же. Далее я хочу показать вот такую прелесть. Это, наверное, одно из самых лучших привезённых находок. Потому что то, чем я занимаюсь, бумажные письма и скрэпбукинг, да, переписки, это просто навес золота. Это вот такая вот толстенькая книжечка с открытками на ботаническую тему. Здесь 25 открыток. И они вот такие вот. И их можно тут же отправлять. Видите? Просто прекрасная. Вот такая вот книжечка. Стоила она 6 евро, как я вижу. Мне кажется... Ну, по их меркам, наверное, это недорого. Может быть, у нас бы стоило так же. Может быть, чуть-чуть дешевле. Но, посмотрите, она здесь с таким серебряным сечением. Очень-очень классная книжка. Я прям безумно-безумно рада. Далее, что она привезла мне, это вот такие вот, как я понимаю, это, кажется, восковые мелкие. Waterproof. Вот здесь у нас 12 оттенков такой вот треугольной формы. Да, вот такие вот мелочки. Посмотрите. Просто их неудобно распаковывать. Не хочу вытаскивать все. Вот они. Такие очень, довольно-таки яркие. Я не помню, когда последний раз рисовала мелками. Но эта вещь очень интересная. Думаю, попробую раскраски. Точнее, даже открытку какую-нибудь разукрасить ими. Мне кажется, будет прикольно. Потом обязательно вам покажу. Далее были вот такие вот фломастеры у нас. А, европейские, как здесь написано. Сейчас пытаюсь понять. Здесь все на немецком. И мне сложно перевезти вам что-то. Просто Мэйдин Европа. Двухмиллиметровые. Я такие никогда не видела. Ну, конечно, у нас таких нету. Вот. И фирма даже такую, не знаю. Так что, тоже обязательно попробую на этих открытках. Далее идут вот такие вот австрийские карандаши. 24 цвета. Пакру, кажется, называется. Как я поняла. Фирма. Сейчас я покажу вам оттенки. Они очень красивые. Вот, чтобы мы могли наблюдать их. Сейчас. Вот. Да. Такие вот карандашики. Очень прикольные. Цвета здесь все-таки красивые. Сочные. И не супер неоновые какие-то. А действительно природные оттенки. Попробую я их на той же книжечке с открытками. И знаете, я так подумала, что, наверное, я сделаю отдельное видео, где мы с вами раскрасим вместе одну или две открытки разными элементами, предметами. То есть помастерами, теми восковыми мелками и вот этими карандашами. Заодно потестируем их. Далее были вот такие вот краски. И это темпера. Я очень давно хотела темперу, потому что никогда не пробовала ее рисовать. Говорят, что она похожа одновременно и на акварель, и на гуашь с акрилом. Но более такая легкая в использовании. И посмотрите, какая классная обложка. Здесь тигренок и газель. Как я понимаю, да, это уже газель. Такая вот коробочка. Creative City Jungle. И вот у нас здесь 12 таких вот классных оттенков стандартных. Здесь белый также есть, что очень хорошо можно размешивать эти цвета. Охровый есть у нас. Оранжево-красный такой, желтый, коричневый. Обязательно тоже попробую ее что-нибудь нарисовать этими красками. Ну, я думаю, что они меня не разочаруют. Далее была вот такая акварель сухая, которую я обожаю. И просто... Это немецкая сухая акварель. Здесь такие оттенки, которых у меня, кстати, нет. У меня более такой набор, что ли, холодных оттенков. Даже не знаю, как вам сказать. Но именно вот таких нет. Здесь белый оттенок идет отдельно, в тубе. И здесь, наверное... Ага, вот есть. На русском тут только написано, что детям не давайте все. И больше ничего. Не знаю, для вас знакома эта фирма или нет. Для меня нет, если честно. Тут даже на финском есть... Ну, акварель. Да, это сухая акварель. Коробка пигментной краски. С одним тюбиком крыльщик белил. Это все, что здесь написано. Такая вот очень удобная коробочка. Вот она белила, вот она кисточка. Она пользовалась только один раз ими. Я потом почищу все эти оттенки. Я просто, не знаю, очень-очень люблю вот такую акварель. Потому что она очень редкая. Она похожа на гуашь. Потому что она очень плотная. И здесь чем удобно, что оттенки для каждого рефила написан оттенок здесь. Вот. Вот этот оттенок очень хороший, ухровый. И его можно с любимым просто смешивать. Цветом будет получаться тот оттенок, который вам нужен. И зеленый, очень красивый. Такие осенние оттенки, я бы сказала. Так что тоже обязательно попробую их. Потом почищу. Так что была гуашь, которая, к сожалению, не пережила транспортировку. Здесь у нас, кажется, шесть оттенков, как я понимаю. И в результате смешивания основных цветов красного синие и желтого получаются вторичные оттенки светового круга. Содержание шести пластиковых баночек по 18 мл. Так что здесь у нас и есть русский язык. Вот. Стандартные такие оттенки. И последнее, что было, это просто золотая находка. Такой вот огромный набор скраб бумаги на винтажную тему. Как вы можете увидеть, аутентичная винтажная. Здесь написано Craft Sensation. Здесь абсолютно миксовые дизайны. Как есть вот с такими рамками, так есть и просто. Маленькие три вида на одной стороне. И есть он с алфавитом даже. Давайте сейчас посмотрим. Здесь у нас 24 листа. По два дизайна каждого. Музыка. 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 Так что вот такая вот красота. Я просто влюблена в эту бумагу. Если вам надо что-то рассказать, показать более подробно, вы можете оставлять свои комментарии внизу. На этом всё. Буду заканчивать. Я очень-очень-очень рада всему. Абсолютно. И приезжаю с вами. Всех присылаю внимание. До новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.